Жители поселка Дача-Су только просыпались перед началом новой рабочей недели. Самолет турецких авиалей рухнул примерно в 7 утра, прилетел взлетно-посадочную полосу и упал прямо на дома. Проснулась моя дочь. Я только хотела ее уложить, как услышала страшный гул. Мы-то знаем, как обычно летают здесь самолеты. Выйдя на улицу, я увидел языки пламени, столько погибших, некоторым разрезала тела пополам. Почти сразу стало известно, погибли все четыре члена экипажа. Это был грузовой «Боинг», который выполнял рейсы из Гонконга. Вопреки обычному сценарию, на этот раз авиакатастрофа унесла больше жертв на земле. Проводится еще работа по раскопке станки, где упал самолет. Дети есть, пожилые люди, семья, которые проживали здесь. На этом участке, где упал самолет, всего имело 43 участков. В домах, где пожар уже потушен, наши команды совместно с врачами ищут пострадавших. Пока речь идет по меньшей мере от 37 погибших. Самолет, пытаясь сесть, повредил десятки домов, цеплял деревья, столбы, линии электропередачи. Обломки самолета можно найти в нескольких десятках метрах от места его падения. Вот эти части судна, видимо, были потеряны при первом ударе. Некоторые части шасси упали прямо на земельные участки. Вот, например, еще одно колесо. Остальные детали самолета можно найти, прогулявшись вот тут неподалеку. Не задев вообще посуду, здесь все осталось так, как и было. Шасси влетело через окно и уперлось вот в эту стену, за которой и осталась семья, которая чудом выжила. Они спали, потом услышали взрыв. Они спали в той комнате и увидели, что на них вместе с мусором и пылью летит колесо. Он схватил сына и жену и лег на пол. Потом последовал сильный удар. Основной удар пришелся на те дома, куда рухнул корпус самолета. Все строения просто сравнялись с землей. Останки пострадавших военнослужащие искали до самого вечера. Многие из тех, кто жил в поселке Дача-Су, работали в аэропорту. В момент, когда случилась трагедия, некоторые из них были на смене. У бывшей работницы бортпитания Натальи сегодня здесь погибли подруги. Там вся семья погибла, вот в том доме, вон там. Я знаю семью, в которой выжил только сын, ушедший на учебу. Все остальные погибли. Причину падения лайнера власти пока выясняют. Найден один из черных ящиков. В Кыргызстан уже вылетели эксперты Международной авиационной комиссии. Между тем, СМИ уже опубликовали имена пилотов. Предположительно, это граждане Турции, капитан самолета Ибрагим Деранджи и второй пилот Казым Андул. Как пишут турецкие сайты, главный пилот служил в Афганистане и не раз сажал самолеты в экстренных ситуациях. Одной из вероятных причин аварии СМИ называют «сильный туман», который держится в Бишкеке уже третий день. Дюбек Бегали, Вазат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.